МВФ посоветовал Киеву начать сажать коррупционеров. Первые пошли. Чьи декларации уже потянули на уголовное дело? Доска позора. Куда жители Днепра понесли новые платежки? Сумеречное Запорожье. Почему жителям города советуют запасаться свечами? Украинские чиновники продолжают гадания на транше. От своевременного принятия госбюджета 17 зависит получение Украины очередного кредита МВФ. Об этом сегодня заявила глава НБУ. Впрочем, буквально вчера Валерия Гонтарева сомневалась, что Киев вообще получит деньги в этом году. Причиной назвала нерешенный вопрос с повышением пенсионного возраста и политическую нестабильность в стране. Напомню, речь идет о сумме в 1 миллиард 300 миллионов долларов. В свою очередь, в МВФ настаивают, бюджет 2017 должен быть согласован с фондом. На это международные эксперты указали в заявлении по итогам работы своей миссии в Киеве. Но главный посыл совершенно иной. МВФ требует посадить за решетку украинских чиновников-коррупционеров. В частности, отмечают, Украина достигла определенного прогресса в создании новых институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро. Но ощутимые результаты в преследовании и осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и изъятие доходов от коррупции до сих пор не достигнуты. И вот спустя три недели после обнародования чиновничьих деклараций в антикоррупционном бюро заявили, на основании отчетов возбудили три уголовных дела. Фигуранты, двое нардепов и судья подозревают их в незаконном обогащении. Имен не называют до вручения подозрения. Если вина чиновников будет доказана, грозит им от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Вот только в бюро и предсказать не берутся, как долго может продолжаться это расследование. Это, напомню, первые три дела на основе декларации. Хотя, судя по сведениям в чиновничьих отчетах, может быть их гораздо больше. И, похоже, от скорости расследования антикоррупционеров и масштабности их проверок вполне может зависеть получение транша от МВФ. А вот дело еще одного чиновника, подчиненного мэра Садового, и, по словам главы ГПУ, его любимого сотрудника, похоже, близится к развязке. Напомню, речь идет о главе департамента жилкомхоза Львова Юрия Голицы. Ранее его называли одним из виновников гибели людей на Грибовицком полигоне, а теперь еще и поймали на крупной взятке. Сегодня Голица отконвоировали в суд для избрания меры пресечения. Отправится ли одиозный чиновник за решетку? Давайте узнаем у нашего корреспондента Галины Якушко. Она с нами на связи. Галина, приветствую. Что можешь сообщить нам о судьбе Голица? Добрый вечер, Алексей. Это не первый привод Юрия Голица в суд. Месяц назад ему уже избирали меру пресечения. Тогда по делу о пожаре на Грибовицком мусорном полигоне. Прокуратура обвиняет главу департамента в служебной халатности, из-за которой погибли 4 человека во время обвала. Но в тот раз суд не отправил Голица в СИЗО, оставил на свободе под личное обязательство. И чиновник продолжал приспокойно работать в мэрии под покровительством градоначальника Андрея Садового. И вот, как выяснилось, продолжал брать взятки. Голица задержали на горячем при получении 80 тысяч гривен. И это была только часть. Всего же он требовал 800 тысяч за подписание договоров о ремонтах львовских домов и тротуаров. При этом мэр уверял, что знать не знал о действующих схемах. В то же время военная прокуратура выяснила, схемам этим несколько лет. И с года в год Голиц требовал и получал откаты. Даже при решении вопросов о вывозе мусора, который сейчас катается по всей стране. Сегодня днем Голица допрашивали в военной прокуратуре. Затем отконвоировали в Шевченковский райсуд Львова. Однако из-за огромной базы доказательств, для изучения которой нужно время, слушание перенесли на завтра. Дела о взятках в очереди Андрея Садового на контроле у генпрокурора Украины. И сегодня Юрий Луценко заявил, отвлечь внимание от громкого дела пытаются с помощью политических манипуляций. А Голица называют самым любимым сотрудником львовского мэра. Заяву про то, что ГПУ нібито зупинила справи против Януковича и его публичников, я разглядываю исключительно как политические манипуляции тех, кто не задоволен наступом на коррупцию по всей стране, в частности и в городе Львове. Это исключительно манипуляция для того, чтобы отверсти внимание от того, что в Львове найулюбленный работник мэра был взят на горячем, спинно с СБУ, сейчас спинной операцией, на отримании хабрея. Нам удалось пообщаться с родственниками чиновника возле здания суда. Они не многословны, но вину Голица отрицают. Меру пресечения Юрию Голицу будут избирать утром в субботу. И, конечно, мы расскажем, какое решение вынесут. Студия. Спасибо, коллега, за работу. С нами на связи была Галина Якушко. Рассказала о развитии громкого скандала во Львове. Там на крупной взятке попался один из ближайших соратников мэра Садового. Я припас для вас еще одно громкое дело. Издому не ногой и электронный браслет. Суд Киева удовлетворил ходатайство специализированной антикоррупционной прокуратуры и отправил главу счетной палаты Романа Магуту под круглосуточный домашний арест. Кроме того, тот должен сдать загранпаспорт и воздержаться от общения с сотрудниками счетной палаты. А должности его не отстранили. Магута подозревается в злоупотреблении служебным положением и квартирных махинациях. Он разрешил незаконно приватизировать служебное жилье своей подчиненной. Президент Петр Порошенко и глава Европейского совета Дональд Туск по телефону обсудили подготовку саммита Украина и ЕС, который состоится уже 24 ноября в Брюсселе. Туск надеется, что уже в ближайшее время евроинституты договорятся о том, как приостанавливать безвизовые режимы. Это даст зеленый свет украинскому безвизу. Порошенко и Туск также обсудили завершение процесса ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Депутатская пятница. Зал традиционно полупустой. Не удерживает нардепов даже возможность задать вопросы премьеру и министрам. Хотя и в правительственной команде есть постоянные прогульщики. Так глава МВД уже в 13-й раз не является на разговор к парламентариям. Но разговор все-таки состоялся. Говорили о том, как отвоевать безвиз и почему без перемен на тарифном фронте. Продолжит Ольга Рыцарь. Полупустой сессионный зал сегодня традиционно встречал министров. На местах радикалов и батьковщины – никого. Фракции на заседание суда по снижению тарифов. Спустя пять минут зал покинула и самопомощь. Наш выход и вчера, и сегодня, и наши неголосования – это сообщение общества и тиск на Верховную Раду, что нужно избавить недоторканности народного депутата. Пропонуем залу принять закон, чтобы снять недоторканность, которая феодальна по своей сути. Это незаконно, потому что был уже прецедент в парламенте, который на одной из народных депутатов был снят недоторканность прямо в зале, а потом суд отменил. Поэтому нужно по закону принять решение. Прокуратура должна подготовить документы. Все остальное будет – порушение законодательства, порушение законов, еще больше тиск на оппозицию. С трибуны министра иностранных дел Павел Климкин. Все о том же безвизовом режиме. Говорит, прогресс есть, но снова нужны консультации. Мы имеем на сегодня еще так же продолжающие консультации между Европарламентом, краинами и членами Европейского Союза в том, как будет выглядеть механизм реагирования на миграционные риски. Но вопросы все только к премьеру Владимиру Гройсману. Депутаты даже выстроились в очередь возле правительственной ложи. Тревожили тарифы, субсидии, зарплаты и пенсии. Премьер всех успокаивал. До 7,5 миллионов домогосподарств страны получают возможность заплатить не больше 10% от собственного сообщественного дохода. Все те, кто говорит, что все пропало, я хочу их разочаровать. Пить валидол – ничего не пропало. И ситуация в стране будет абсолютно стабильной. Мы с 1 грудня, шановные друзья, подвышим минимальную пенсию на 10%. Это мало или много? Это мало. Но мы делаем крок вперед, а не назад. Ответов, как снизить тарифы, где взять деньги на повышение зарплат, и что делать с новыми заоблачными платежками, депутаты так и не услышали. На жаль, мы не видим ответы на эти вопросы. Есть незрозумие какие-то заклики, рассрочка, но системной державной политики по тарифам нет. И это главная проблема, и главное то, что мы будем вымогать от уряда, чтобы они уменьшили тарифы в два раза так, как это было в наших вымогах перед принятием, перед рассмотрением бюджета в первом читании. Каждая фракция предлагает свои пути решения проблемы. Кто-то пишет законопроекты, кто-то идет в суд. Уверена, тарифы можно снизить вдвое. Я встречаюсь с людьми из разных регионов, и для них вот эти вот платежки с новыми ценами коммунальными – это символ ненависти к власти. Сначала для того, чтобы отвлечь людей, придумали какой-то план Шатун. Потом рассказали, что неправильно начитанные платежи, ошиблись все – теплокоммунэнерго от Ивана Франковска до Харькова. Потом разобрались, что нет, то есть явная глупость. А на самом деле надо просто принять законопроекты, которые внес оппозиционный блок о снижении коммунальных тарифов. Законопроекты о снижении тарифов даже не вносят в повестку дня. Все надежды у депутатов только на проект бюджета, который позволит повысить уровень жизни. Правки в документ пока рассматривает правительство, а спикер обещает – за главную смету страны голосовать планируют на следующей пленарной неделе. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Иван Ермаков и Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Нужно будет не забыть на черном зеркале спросить гостей, депутатов Верховной Рады, почему же законопроекты, обещанные многими из них, кстати, о снижении тарифов, так и не появляются на рассмотрении в стенах Верховной Рады. Ну а то, что украинцы ждут этого вопроса, сегодня и продемонстрировали жители Днепра. В городе появилась доска позора. Местные жители оклеили платежками за отопление стену в центре города. В квитанциях огромные суммы от тысячи гривен и выше. Люди говорят, оплатить такие тарифы они не в силах. При пенсии, к примеру, 1800 гривен тепловикам нужно отдавать 1200. Экономить приходится на еде и лекарствах. А жителям Запорожья рекомендуют запасаться свечами. С сегодняшнего дня коллектив предприятия Запорожье Облэнерго объявил бессрочную забастовку. Почему тысячи людей не вышли на работу и чем это может обернуться для простых потребителей? В репортаже Сергея Бордюжи. На свои рабочие места сегодня не вышли тысячи сотрудников энергоснабжающей компании по всей Запорожской области. Около двух тысяч человек собрались на центральной площади перед Облгосадминистрацией. Люди говорят, зарплату не получают с лета. У меня, как говорится, работает и дочка здесь, и зять работает, внучка маленькая. Сами понимаете, я даже не могу детям помочь в этой сложившейся ситуации. На рабочих местах сегодня остались только диспетчеры и дежурные бригады на подстанциях. Это те, от кого зависит бесперебойное энергоснабжение области. В своих проблемах энергетики винят чиновников нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и комуслуг. Мы все деньги перечисляем в энергорынок. Потом НКР решает, какую часть перечисленных денег вернуть опять на выплату заработной платы, на выполнение ремонтных работ, капитальных ремонтов и всего остального. Но мы перечисляем все полностью деньги. Назад нам ничего не возвращается. Задолженность по зарплате сотрудникам предприятия составляет около 60 миллионов гривен. Но и это еще не все, говорят митингующие. Из-за отсутствия оборотных средств остановлен весь автопарк предприятия. Что будут делать, если вдруг непогода обесточит города и села, не знают. Ничего, будем ждать, чтобы нам купили бензин, дали резину, дали аккумуляторы, страховые полюса, чтобы нам вовремя тоже дали. Все будут стоять ждать. Но они тоже заложники, как и мы. Будут тоже страдать. У нас семьи есть, дети есть. Надо за все платить, за учебу, за садики. Ну, плохо дело. К забастовщикам вышел глава обл. администрации. Заверил, местные власти контролируют ситуацию. И попытался успокоить людей. У нас есть коммунальные предприятия области и города, которые должны суммы за прожебу энерго. Уже график погашения задолженности. Мы предложили Украинерго, что если они дадут гарантии, что мы с областного бюджета, с городского бюджета выделяем деньги на задолженность, чтобы эти деньги остались на счетах за прожебу энерго. Забастовка бессрочная. Пока решили не выходить на работу раз в неделю, по пятницам. Тем временем областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту невыплаты заработной платы работникам Запорожья и обл. энерго. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Преступления против Евромайдана станут темой переговоров в ГАГе. 21 ноября туда отправится генеральный прокурор Юрий Луценко, где и встретится с представителями Международного уголовного суда. Как стало известно, для полноценного рассмотрения трибуналом этого дела, Киев должен предоставить доказательства, что агрессия в отношении мирного протеста имела массовый и масштабный характер. Я в неделю выращаю догоги на встречу и с Международным криминальным судом. Думаю, что это очень важная справа так же. Провал российских спецслужб. СБУ помешало убийству офицера ФСБ, который ранее перешел на сторону Украины. Илью Богданова похитили и пытались переправить в Россию. Как это было и все подробности его освобождения расскажет Ярослав Кречко. Это кадры спецоперации на границе с Россией в Харьковской области. Бойцы Альфы задерживают двоих граждан Украины, у которых на руках заложник. Еще раз олили. Фамилия. Богданов. Богданов. Есть. Илья Богданов и был тем самым пленником. Бывший офицер ФСБ два года назад перешел на сторону Украины. Успел повоевать в зоне АТО, а в последнее время был на гражданке. 12 ноября его захватили в Киеве, перевезли в Харьков, откуда пытались переправить в Россию. Больше всего удивляет, что я уже гражданин Украины. Это вообще просто террористическая деятельность однозначно. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Как они радовались тому, что они меня взяли. Потом, когда давали команду на убийство. Через непосредственных похитителей СБУ вышло на след бывшего депутата Харьковского облсовета. Тот сознался. Работал на российские спецслужбы с июля прошлого года. Тогда же ездил на собеседование в Москву к офицеру ГРУ. В октябре 2016 года в Белгороде на очередной встрече с Хабиповым присутствовал тот же самый кадровый офицер Главного разведывательного управления Российской Федерации Раваль, который лично поставил мне задачу подобрать несколько человек, граждан Украины, для создания боевой группы. Эта группа должна была совершить целый ряд преступлений. Первым стало похищение Богданова. Но когда стало понятно, что живым его переправить в Россию не удастся, Богданова приказали убить. К тому моменту переговоры уже проходили под контролем СБУ. Чтобы тогда я его оставил где-нибудь умирать, привязал к дереву, чтобы он замерзнул, потому что это дело честности для тех людей, которые просили это сделать. В заложниках Илья Богданов находился с 12 ноября. Сейчас по делу о его похищении задержано трое подозреваемых. Ярослав Кречко, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Украинские полицейские задержали одного человека из группы киллеров, которых завербовала ФСБ России. Об этом заявил исполняющий обязанности главы нас полиции Вадим Троян. По его словам, сейчас задержанного отправили в Ривне. Там ему изберут меру пресечения. Я думаю, что мы озвучим его пизднейше. Напомню, Вадим Троян временно исполняет обязанности главы нацполиции, а сегодня заявил, что будет участвовать в конкурсе на эту должность. Перед своей отставкой Хатия Деканаидзе подчеркнула, что считает его политически зависимой фигурой. Кроме того, летом вокруг Трояна разгорелся скандал. Его подозревали в слежке за журналистом Павлом Шереметом, убийство которого расследует как раз нацполиция. Видимых результатов в этом деле пока нет, как и в остальных резонансных делах. Один украинский военный ранен в районе Авдейской промзоны. Давление врага продолжается в районе Мариуполя, Дебальцевского направления и Луганской области. Геннадий Вивденко продолжит. Боевики продолжают обстреливать с минометов крупнокалиберных. Боец с позывным нос получил легкое ранение и контузию на прошлой неделе. Не залечив раны, вернулся к подбратимам. Хлопцы тут сами как-то лежат, ликуватся. Не мочатся. Поликуемся потом, отпочинем все потом. Ведется стрельба здесь стрелецкой зброи. Минометы час в час бывают. 120-180 калибр. Ну так, в целом, спокойно. Спокойно, не значит тишина. Военнослужащие железной бригады привыкли к постоянному натиску. Парням приходится отвечать из вот такого вооружения. Зенитная установка 23 мм, позволенная Минскими соглашениями. Очень эффективно подавляет огневые точки противника. Противник последние дни почти прекратил активные дневные атаки подпопасные. Только одиночные выстрелы из стрелкового и тяжелого пехотного вооружения. Мабуть, что противник уже зрозумев, что отримает гидную ответственность. Противник увидел, что есть силы, которые могут дать гидную ответственность. И через то, что они уже обстрелы больше перешли в такие провокативные. Инструктор по горным лыжам в мирное время чистит оружие после ночной стрельбы. Говорит сам, в хорошей форме врага настигнет. Побратимы в это время наблюдают за передвижением врага в поселках Новозвановка и Новоалександрока. Подпопасный ждут начала вечернего обстрела из крупнокалиберного оружия. Бывший лыжный инструктор мечтает вернуться к делу всей своей жизни. Но уже после победы. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Глава Европарламента Мартин Шульц хочет побороться за кресло канцлера Германии. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на свои источники социал-демократической партии. Именно от этой полицилы Шульц планирует вступить в борьбу за самый высокий пост в стране. Ранее ему предлагали возглавить Министерство иностранных дел, после того, как с должности уйдет Штанмайер, который также метит в кресло канцлера. Санкции против России сохранятся до полного выполнения минских соглашений. Об этом на встрече в Берлине договорились лидеры США, Германии, Франции, Италии и Испании. И такая договоренность, похоже, стала главным итогом сегодняшних переговоров. О чем еще говорили премьеры и президенты, что обещал Обама, и поверили ли ему европейцы, подробнее Татьяна Лагунова. Теплые объятья с Франсуа Ландом, более сдержанные с Матео Ренци, Марианна Рахоем и Терезой Мэй. И дружеское рукопожатие для Барака Обамы. Ангела Меркель сегодня принимала высокопоставленных гостей. Обсудить нынешние мировые проблемы и будущие отношения Европы и США с Бараком Обамой в Берлин приехали лидеры Франции, Италии и Испании. Пресс-служба канцлера, конечно, опубликовала пресс-релиз и сообщила главные темы переговоров. Украина, Сирия, санкции против России, Брекзит. Но громких заявлений и важных решений от этой встречи никто особо не ждал. Это было скорее политическое прощание действующих европейских лидеров с уходящим президентом США. Во время своего последнего официального визита в Германию Барак Обама сказал многое. И в отдельных интервью журналистам, и в видеопослании, которое записал для страницы Ангела Меркель в социальных сетях, и на пресс-конференции после переговоров с канцлером. Хозяин Белого дома подвел итоги своего президентства и попытался заглянуть в будущее. То есть предположить, как поведет себя его преемник Дональд Трамп, например, в отношении НАТО. Я очень рад, что новоизбранный президент считает НАТО обязательством, от которого мы не откажемся, и что он является приверженцем Альянса как основу международной безопасности. Или в отношениях с Россией. Я не ожидаю, что новоизбранный президент будет точь-в-точь копировать наш подход в отношениях с Россией, но надеюсь, что он не выберет подход реальной политики и не скажет, мы будем делать, что нам выгодно и удобно сейчас, даже если это вредит людям, нарушает норму международного права, создает долгосрочные проблемы в таких странах, как Сирия. Европейские лидеры кивали в ответ, видимо, надеясь, что все так и будет. Пресса же написала, какой станет Америка при Трампе, лучше узнать у него самого, а не со слов предшественника. Но это станет возможным не раньше января следующего года, уже после официального переезда Дональда Трампа в Белый дом. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А вот Йенс Столтенберг уверен, что Дональд Трамп будет поддерживать лидерство США в НАТО. Генеральный секретарь Альянса буквально пару часов назад поговорил с новоизбранным президентом. Об этом Столтенберг написал на своей официальной страничке в Твиттере. В ходе беседы оба сошлись во мнении, что необходимо увеличивать расходы на оборону, а также поддерживать сотрудничество с Европой. Я полностью уверен, что президент Трамп будет продолжать поддерживать американское лидерство в НАТО, а также укреплять европейскую безопасность. Сильный альянс важен как для Европы, так и для США. В российском МИДе заявили о начале деловых контактов с будущей администрацией Трампа. В частности, речь идет о взаимодействии по сирийскому вопросу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Федерации Михаил Богданов. Напомню, ранее Трамп заявлял, что целью военной кампании в Дамаске должна быть ликвидация ИГИЛ, а никак не борьба с Башаром Ассадом. И сегодня стало известно, кто же займет ключевые посты в Соединенных Штатах. Кого же взял в команду новый президент и почему так сильно затянулась кадровая пауза? Дмитрий Анопченко об этом. Дональд Трамп определился. Выбрал тех, от кого теперь будет зависеть безопасность страны. Директор ФБР, нового генерального прокурора и советника по национальной безопасности. Если не о фамилиях говорить, а о человеческих качествах, то это консерватор, суперконсерватор и сторонник компромиссов. Главным юристом страны стал сенатор от штата Алабама Джефф Сэшнс. В Соединенных Штатах генпрокурор одна из ключевых фигур. Он одновременно возглавляет и Министерство юстиции, является начальником в том числе и над ФБР. Сэшнс был первым, кто в Сенате поддержал Трампа. Более того, одним из первых заявил, что в скандальных заявлениях о женщинах, которые чуть не стоили новому президенту кресла, нет ничего предрассудительного. Открытый противник абортов и однополых браков, он известен как человек прижимистый, если речь идет о государственных расходах. И заявлял о необходимости отгородиться от мигрантов стеной еще 10 лет назад. Задолго до того, как этот же лозунг появился у Трампа. Директором ЦРУ в администрации Трампа стал бывший военный офицер, конгрессмен от Канзаса Майк Помпео. Выпускник знаменитой военной академии в Вестпойнте. Он отслужил, потом занялся бизнесом, работал адвокатом. Доктор права, причем получил степень в самом Гарварде. Коллеги говорят о нем. Хочешь услышать ответ нет? Спроси о чем-нибудь Помпео. Нет аборта, нет закрытия тюрьмы в Гуантанамо, нет помилованию Эдварда Сноудена. Конгрессмен требовал для него смертной казни. Ключевой человек в Белом доме, хоть его должность и звучит как советник. Советник по национальной безопасности. Им стал Майкл Флинн. Именно ему Трамп доверит стратегию действий по борьбе с терроризмом. Отставной генерал-лейтенант возглавлял военную разведку. С тех самых пор появился термин «факты Флина». Так теперь говорят о чем-то, что не вполне соответствует действительности, но во что наверху очень хотят верить. Он сторонник сделки с Россией по Сирии, недавно даже в Москве был. Человек очень гибкий. К примеру, Флинн всегда поддерживал демократов. И лишь в этом году сменил лагерь, став советником избирательной кампании Трампа. Ну а главный вопрос, кто же станет госсекретарем Соединенных Штатов? Так пока что и остается без ответа. Накануне команда Трампа проводила неофициальный брифинг для журналистов. Я тоже в нем участвовал. Так вот, там объявили, что трое силовиков и госсекретарь будут названы в ходе первой кадровой волны назначений. Но тройку уже назвали, а имя госсекретаря до сих пор тайна. В прессе пишут, что Трамп, видимо, так и не определился окончательно, кого он хочет видеть на этом посту. А еще ждет ответа от неожиданного кандидата Митта Ромни. Одного из известнейших республиканцев, который четыре года назад проиграл президентские выборы Бараку Обаме. Мармон, человек очень консервативный, он известен резким непринятием России. Трамп остается верен себе человек. Реалити-шоу, которого в свое время смотрела вся Америка и в политике сейчас тоже во многом действует по законам реалити-шоу. Держит интригу и держит ее до последнего. И поэтому невозможно предсказать, а когда она зовут госсекретаря. Сегодня-завтра или в следующей серии этого увлекательного политического шоу под названием «Команда Трампа». Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». И это не все новости дня. Вот что еще узнаете из подробностей. Битва за урожай. Как харьковские фермеры восстали против местной полиции. Бунт белых халатов. Против чего бастуют медики Херсона. Из классов на улице. Почему педагоги Кропивницкого вышли на протест. С автоматами за урожаем. Чрезвычайное происшествие в Харьковской области. Чтобы провести обыск в агрофирме, полиция задействовала спецназ. Избит руководитель предприятия. Силу применили против сотрудников и местных жителей, вставших на защиту склада. Обо всем подробнее Светлана Шекера. Вот это семечко. Элитный материал, который украли работники милиции. Предприниматель Андрей Абура показывает опустевший склад. Рассказывает, на таку хранятся семена подсолнечника нескольких хозяйств. В том числе и спорный урожай, который отдала на хранение исполнительная служба. Селян на территорию предприятия не пустили сотрудники спецподразделения КОРД. Зеленые человечки все стояли здесь. 15 через 20 человек их. Мы только вышли из автобуса. Он практически урут. Автоматом был. Говорят, сядьте в автобус. Мы угрожали. Не подходите, иначе будем или типа стрелять, или будем бить. КОРДовцы предъявили решение суда. Загнали технику и загрузили подсолнечник. Селяне заблокировали груженные фуры. Говорят, полиция выбрала самые лучшие семена, а не те, что находятся под арестом. Руководителя предприятия на рабочее место также не пустили. А когда тот попытался заснять происходящее, избили. Вытянули меня с машины и на глазах у моих рабочих. Одели мне наручники и начали лицом ложить меня в грязь. Избивать меня ногами, прикладами от автоматов. Несколько десятков стариков почти сутки блокировали выезд фуром. Пока на подмогу спецназначенцам не приехал начальник райотдела. С территории вывезли 220 тонн семян подсолнечника, говорят селяне. Почему для этого понадобился спецназ? Местные уверяют, все из-за коррупции. Один из претендентов на спорный урожай – родственник начальника райотдела. Он есть родным родственником Костюченко, СВГ Миколы Григорьевича. И двух племянников, которые работают у него в подчинении в следствии. Полицейский это не отрицает. Но говорит, что спецназ вызвали неспроста. Дескать, урожай хотели украсть. Подсолнечник вывезли в соседний район. Семян там на 4 миллиона гривен, говорят селяне. Они уверены, в любой момент урожай могут продать. В Одесской области суд начал рассматривать дело Вячеслава Лазарева. Бывшего сотрудника милиции подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Почему родственники погибшего уверены, что дело пытаются замять, а односельчане грозят народным бунтом? Далее Андрей Анастасов. 27-летнему Вячеславу Лазареву грозит пожизненное заключение. По данным следствия, в мае этого года в селе Троицкое под Одессой он с особой жестокостью забил до смерти 34-летнего Андрея Перекитного. Причиной конфликта между мужчинами стало ДТП. Убитый уроженец Троицкого, слесарь по профессии, отец двоих детей. Бил ногами до такой степени, там нет ни одного органа живого. Если он даже выйдет из тюрьмы, в его крови уже жажда напиться кровью от других людей. Убить, избить. На тот момент Лазарев являлся надзирателем в исправительной колонии, а до этого работал в милиции. Там до сих пор служит его родной брат. Родственники погибшего утверждают, используя связи в правоохранительной системе, Лазарев попытается избежать наказания. После этого злочина, брат его высказывал такие сожаления, что, мол, жалко, что я на вывез брата в Приднестровье. Я подозреваю, что может появиться в Рашиловский стрелок, або самосуд. Зал суда в Черноморске сегодня не смог вместить всех односельчан Перекитного, приехавших на процесс. Люди на взводе. Мать и отец погибшего Андрея не в силах сдерживать эмоции. Обвиняемый отказывается общаться и с ними, и с журналистами. Меня убейте, здесь убейте. Тем временем адвокат экс-милиционера настаивает, чтобы суд не принимал у прокуратуры обвинительный акт. Дескать, слишком много оплошностей и формулировки неточные. Прокурор считает, таким образом сторона защиты просто затягивает рассмотрение дела, рассчитывая на закон Савченко. Поскольку на сегодняшний день, один день его содержания считается за два. Но суд в итоге обвинительный акт принял, продлив обвиняемому еще на два месяца срок содержания под стражей. А кроме того, удовлетворил ходатайство Лазарева о том, чтобы его дело помимо профессиональных судей рассматривали еще и трое присяжных. Следующее заседание уже по сути дела состоится в конце ноября. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности телеканал Интер, Одесская область. В Одессе горело здание торгового центра. Огонь вспыхнул в результате поджога. В лото-маркет, который находится на первом этаже, зашел мужчина, бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. В это время в помещении находились 17 человек. Пострадали три женщины, сотрудницы торгового центра. С ожогами и отравлением угарным газом их доставили в больницу. Помещение лото-маркета, где якобы находилось подпольное казино, выгорело полностью. Огонь повредил также фасад здания торгового центра. В Херсоне назревает бунт врачей из-за реорганизации. Местные власти планируют реформировать существующую сеть поликлиник. Медики написали открытое письмо и выложили в интернет видеообращение. Врачи утверждают, что их заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию. Уведомили об этом 2 ноября. Времени дали до конца года. Под сокращение, которое власти Херсона назвали оптимизацией, подпадают около 200 человек. Медработники говорят, что им не предложили никакой альтернативы, а просто поставили перед фактом. Пенсионеры, которые работают здесь, они работают не по своей воле, а по воле государства, которое нас не может обеспечить с низкими пенсиями. Поэтому люди работают. И выкинув в такое время, когда зима, выкинут просто как ненужный материал на улицу, за борт, это просто преступление. Это рейдерский захват. Просто людей не считают за людей, считают просто за быдло. Школы на замок. В Кропивницком сегодня у стен облгосадминистрации протестовали учителя и родители трех сельских школ. Для них реформа образования обернулась в реальности ликвидации школы. Одна в селе Хмелевое уже на замке, еще две на пути к этому. Больше знает Елена Брынза. С полсотни учителей и родителей стоят с плакатами у стен Кировоградской облгосадминистрации. Требуют остановить ликвидацию школ. Среди митингующих и жителей села Хмелевое о том, что они останутся без образовательного учреждения, узнали аккуратно к началу учебного года. В знак протеста люди перекрывали трассу, писали гневные обращения к власти. Все безрезультатно. Школу нашу закрыли подступно, так как не были попереджены ни вчители, ни ватьки за то, что будет закрыта школа. Школа готова для того, чтобы научить детей, но районная рада ее призупинила. Школу в Высших Верещаках, где сейчас учатся почти сотни детей, в этом году Александровский райсовет понизил до статуса филиала. Родители опасаются, что для них это начало конца. Я побоюсь, как отец, что в дальнейшем, как по их реформе, у нас сейчас школа 11-ти речка, то есть 3-х ступень. Через несколько лет уже без решения сессии, без никого, одним только розчинком пера, эту школу ликвидуют, сделают у нас 4-х речку. А потом, как не станет школы, село за не падает. В шаге от закрытия Пантаевская школа-интернат ее планируют снять с баланса области и возложить на плечи бюджета Александрии. Родители сомневаются, что в городе найдутся средства на ее содержание. У нас есть представители, потому что уже несколько лет вывлада города говорит о том, что им не нужен ни интернат, ни дети из области, ни работники заклада. Школы закрывают в рамках государственной реформы, поясняют в областном управлении образования. Поэтому протестовать в Кропивницком бесполезно. И успокаивает позитив от реформы родители и педагоги почувствуют лет через 10. Идет процесс створения опорных школ и их филей. Для того, чтобы получить конкретный результат, вы понимаете, для этого, чтобы прошел цикл. Цикл в 11, а на перспективу 12 лет. Но жители сом возмущены тем, что реформу проводят без учета мнения людей. И если позитив обещают через 10 лет, то негатив виден уже сейчас. Нынешней осенью в Кировоградской области уже закрыли 11 школ. Еще 67 остались в статусе филиалов. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. В Запорожье привезли железный трон Востока. Волонтеры собирали его в зоне АТО из кусков танковой брони, осколков снарядов и других боеприпасов. Массивную инсталляцию весом 600 килограммов, сделанную в виде трона из сериала «Игра престолов», установили в центре города. Здесь она будет дожидаться своего хозяина. Им станет победитель интернет-аукциона, который волонтеры объявили в начале недели. Вырученные деньги направят на помощь бойцам 72-й и 128-й бригад. Интересно, что охранять необычную композицию не будут. Ведь сдвинуть трон с места практически невозможно, уверены активисты. Изначально первое предложение было на два тепловизора обменять его. Это польская диаспора наша предложила. Есть предложение от бизнесмена из Киева. Потребности армейские никуда не делись. Потому что точно так же нужны те же тепловизоры, те же машины. В Израиле разразился скандал, связанный с закупками оружия. Оппозиция обвиняет премьер-министра в том, что его окружение способствовало закупке подводных лодок в Германии из личных корыстных интересов. Глава правительства обвинения отвергает, но его политические противники требуют тщательного расследования. Рассказывает Сергей Услендер. Подводные лодки «Дельфин» — основа ударной мощи израильского флота. Они несут крылатые ракеты большой дальности и, по некоторым данным, даже могут оснащаться ядерным оружием. Строят эти корабли, кстати, лучшие в своем классе. На верфях Германии первые две лодки ФРГ подарила еврейскому государству. В последующих оплачивает треть стоимости, которая составляет практически миллиард евро. Шестую по счету лодку израильский флот получил совсем недавно. В конце сентября ее с большой помпой ввели в состав ВМС, после чего объявили, что в течение 15 лет будут закуплены еще три. И вот тут-то разразился скандал. Журналисты, опираясь на мнение многих экспертов, стали говорить о том, что шестая лодка вообще была не нужна Израилю, что сделку лоббировал лично премьер-министр, несмотря на возражения генерального штаба, что в оформлении этой сделки участвовал адвокат, связанный с Нетаньягу личными интересами. И вообще, субмарины покупали без конкурса, что может свидетельствовать о коррупционной подоплеке этого дела. Впрочем, нашлись и те, кто защищает премьер-министра, кто говорит, что корабль был жизненно необходим флоту, и вообще альтернативы этому оружию просто нет. Эти подводные лодки будут готовы через 15 лет. Поэтому говорить о каком-то личном интересе или неправильности принятия решения, это абсолютно неверно, потому что это единственное возможное решение, которое мог принять глава правительства. Израиль просто не имеет возможности ни количеством, ни качеством военно-морского флота заменить подводные лодки на совершенно другие типы или модификации. В правительстве и Министерстве обороны говорят, заменить дельфины другими типами лодок, даже если бы они прошли по конкурсу, нельзя. Во-первых, накоплен колоссальный опыт эксплуатации именно дельфинов больше четверти века. Во-вторых, вся береговая инфраструктура, в том числе и тренажеры, приспособлены именно для них. Соответствующим образом обучены экипажи. На обвинения в коррупции администрация премьера опубликовала хронологическое описание переговоров с Германией, переговоров правительства и генерального штаба, чтобы стало понятно, что никакой личной заинтересованности премьера тут не было. Тем не менее, парламентская оппозиция требует проведения тщательного расследования, а юридический советник правительства, это аналог генерального прокурора, распорядился создать для этого соответствующую комиссию. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Польша закупит новое вооружение на миллиард евро. Об этом сообщает польское радио. В ближайшие дни правительство планирует подписать контракт на поставку 96 самоходных гаубиц Краб. Они считаются одними из лучших в мире. Кроме того, Польша хочет закупить и систему залпового огня Хомор. Главная цель закупки – защита так называемого Сувалского коридора. Это узкий отрезок территории Польши и Литвы, граничащий с Калининградской областью Российской Федерации. В Пакистане ликвидировали одного из главарей ИГИЛ. Боевика уничтожили силовики. Антитеррористическая операция прошла в 50 километрах от столицы Сламабада. ИГИЛовцы укрылись в одном из жилых домов. В результате операции двое полицейских получили ранения. Двоим боевикам удалось скрыться. Позже, во время обыска, были обнаружены пояс смертника и компоненты для изготовления взрывных устройств. Когда третий стал первым, Франсуа Фион обогнал оппонентов на теледебатах во французских праймерис. Первых предварительных выборах кандидатов на пост президента. О жесткой борьбе и нелегкой победе наш корреспондент Оксана Кундеренко. Собирались поговорить о Франции, а в итоге обсуждали Дональда Трампа. Избранный президент США затмил все темы на теледебатах французских республиканцев. И в итоге повлиял на смену лидера партии. Их было семеро. Шесть мужчин и одна женщина боролись за право участвовать в президентской гонке. До телебитвы в лидерах был Ален Жюпе. На пятки ему наступал уже побывавший в шкуре главы государства Николай Саркози. А экс-премьер Франсуа Фион стремительно набирал популярность. Скажу всем французам, которые сейчас на меня смотрят. Не бойтесь, не переживайте по поводу опросов, которые уже все за вас решили. Не считайте и не голосуйте за наименьшее зло. Выбирайте то, чего заслуживает Франция. В центре внимания все же политика внешняя, а именно отношения с новоамериканской администрацией. С кислыми лицами французские политики признают. Майему то еще майему. Вынуждены сотрудничать с Трампом. Хотя и не разделяем его мнение, в частности по сирийской проблеме. На счету Башара Асада 250 тысяч смертей. Мы не можем требовать его отставки, как условия перемирия. Но в будущем в Сирии ему нет места. В погоне за голосами избирателей претенденты давят на самое больное место. Тему мигрантов и расширения ЕС. В Турции нет места в Европейском Союзе сейчас. И при нынешнем положении вещей места не найдется и в будущем. Это позиция Франции и моя личная. И точка. Но жесткая риторика не спасла Жюбе от поражения на дебатах. 39% голосов зрителей отдали Фиону. Он значительно опередил конкурентов. На очереди праймерис, которые пройдут в два тура. 20 и 27 ноября. У победителя есть все шансы стать главой Пятой Республики. Но только при том условии, что он выиграет выборы у лидера ультраправых популистов Марин Липен. Сейчас соцопросы прочат ей выход во второй тур и проигрыш. Но кто знает, статистика в последнее время часто ошибается. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Самая взрослая женщина-космонавт опять отправилась в космос. А в Индии люди готовы пожертвовать собой ради министра. Посмотрите самые интересные новости мира в нашем обзоре. Отдам почку министру. Жители Индии массово предлагают пожертвовать орган для пересадки главе МИДа Сушмэ Сварадж. 54-летняя женщина в начале ноября была госпитализирована. Из-за сахарного диабета у нее отказала почка. Об этом министр написала в Твиттере, объясняя свое отсутствие на работе. Пользователи соцсетей отреагировали молниеносно. Предложили свои почки для трансплантации и оставили контакты для связи. Заморозка вместо смерти. Так 14-летняя британка вымолила шанс на продолжение жить. Девочка страдала неизлечимой формой рака и решила заморозить свое тело. В надежде, что со временем ученые найдут лекарство, смогут ее разбудить и вылечить. Родители были против, поэтому она обратилась в суд и выиграла. Несмотря на то, что ученые отнеслись к просьбе скептически. Недавно девочка умерла, теперь ее тело отправят на криогенное сохранение в США. Ди Каприо отобедал за бродяг. Голливудский актер посетил кафе Хоум в шотландском Эдинбурге, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных. В заведении подают шотландскую и французскую кухню, и часть прибыли жертвует на проекты для поддержки бездомных. Несмотря на дождь, рядом с кафе собрались толпы фанатов Ди Каприо. Актер охотно раздавал автографы. Сто фотографий, изменивших мир, представил журнал «Тайм». Чтобы выбрать лучшие из лучших, журналисты обращались к известным фотографам и историкам. Одними из главных критериев отбора были уникальность фото, либо способность формировать наше мировоззрение. Среди представленных работ – вид из окна в Ле Гре, Жозеф Аниес по 1826 года. Этот снимок считается первой фотографией в мире. А также фото 2015 года. На нем запечатлен погибший во время миграции сирийский мальчик Айлан Курди. Астрономическая рекордсменка. 57-летняя Паги Уитсон стала самой пожилой женщиной в космосе за всю историю его освоения. Она вылетела на третью миссию к Международной космической станции. Космический аппарат «Союз» доставит ее на МКС вместе с россиянином Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке. На станции они будут уже завтра, где до мая 2017-го проведут ряд опытов. Уитсон впервые вылетела на МКС в 2002 году. В открытый космос она выходила уже шесть раз. Ну вот вы узнали и самые главные, и самые интересные подробности этого дня. Делаем небольшую паузу сейчас в нашем информационном вечере. Уже через несколько минут буду приветствовать вас из студии самого популярного политического ток-шоу Украины «Черное зеркало». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова